Здравствуйте, в студии Данил Байдович, это рынки позиция. Два подхода, фундаментальный и технический, к анализу рынка. Помогают в нашей программе начинающим, участникам рынка, начинающим трейдерам, понять, как это работает. Все условно у нас, тем не менее, в таком, можно сказать, полуигровом формате проходит программа, но сегодня у нас совершенно серьезные в ней люди, которые уже годами у нас включают. Спасибо вам, господа, что согласились принять участие нашей программы. Итак, представляю участников. За сторону технического анализа отвечает у нас Глеб Задой, руководитель департамента аналитики компании, аналитика онлайн. Ну, а за фундаментальный анализ эксперт группы компании Финам Василий Алиник. Господа, еще раз приветствую. Счет, естественно, 0-0. Я объявляю старт, свисток, мяч вброшен или шайба. Давайте мы еще, прежде чем начнем с вами беседовать, коротко подведем итоги прошлой недели. Напомню, что программу эту ведет моя коллега Елена Хрупова, сегодня подменяю. И, собственно, что можно сказать в целом по итогам. Недельный счет команд, которые участвовали, прошу прощения, просто участвуют, закончившиеся недели, вот он таков. 14,46% это технический анализ процентов прибыли и почти 2%, 1,9% это аналитики фундаментальные. Собственно, здесь победа за явным преимуществом, за командой тех анализа. Ну, собственно, давайте приступим. Как правило, когда приходят люди, которых я не знаю, я начинаю спрашивать там ваши креды и прочее, прочее. Вас я, конечно, не буду спрашивать, потому что бессмысленно, так всем известно. Поэтому, Василий, я начну, даже можно на «ты», таиться не будем, я давно знаком. Собственно, вот по рынку. Все знают, и всем, наверное, интересно, твой взгляд сейчас. Реализовалось ли то, что ты ожидал в плане коррекции, которую ты ждал давно? Еще говорили даже, Василий шортит, постоянно шортит. Уж по-взрослому зашортить биткоин. Удалось ли что-нибудь по-взрослому зашортить? И что ты сейчас думаешь? Данил, да толком у нас действительно даже клиенты некоторые звонят. Вот там Сберван купал, я застрял, а что делать? Или стоит ли покупать? Вот он отъехал на 20-30 рублей. Я говорю, уважаемый, коррекция еще толком не начиналась. Все, что мы видим, это прелюдия, это небольшая фиксация, это разворот рынка. Что такое коррекция? Коррекция – это падение несколько месяцев подряд, по 10-15, может быть, процентов. Люди, которые, может быть, не так давно на рынке, год, может быть, полгода или даже хотя бы полтора года, этого не видели. Некоторые начинающие даже не знают, что есть такое понятие, как продажи в короткую. Что это? Ну, лучше им это и не знать. Лучше покупать, но покупать на коррекциях, но коррекция – это хотя бы от максимумов откладывать, и от 25% хотя бы. Это уже хотя бы хоть что-то более-менее похоже на коррекцию, а не 3-5%. Российский индекс вообще плюс 5% еще с начала года держится, лучше динамика в мире. Поэтому в тот же Сбербанках, если там рублей на 200 отъедет, может быть, и пониже, может быть, и можно выкупать. Выборы уже прошли, результаты подводятся. Ну, выборы здесь никоим образом на фондовый рынок не играют. Да, конечно. Нет, я по поводу агитации просто. Ты такой голосом агитатор. Нет, ну, на самом деле, не дождался еще, я говорю, все самое интересное впереди и на развитых рынках в том числе. Глеб, ну что, давайте вот вашу точку зрения, что вы видите, что вы думаете по всему? По российскому рынку, на самом деле, с Василием я солидарен. То есть, действительно, российский рынок сейчас тот же самый Сбербанк еще может откатить довольно серьезно. И я бы не стал сейчас говорить о развороте, все-таки предсказывать разворот, это дело достаточно неблагодарное. Мы видим, может быть, локальный разворот, который может продлиться буквально месяц-два, но говорить о каком-то глобальном развороте на российском рынке, по-моему, преждевременно. Помните анекдот? Он был вообще про другое, но можно уже про Москву-Сити говорить, потому что там тоже уже сидят управляющие трейдеры достаточно много. Сидят два крутых финансиста в Москву-Сити, один другого спрашивает, Вася, сколько будет 6,8? Тут говорят, Коля, а мы покупаем или продаем? Ну вот то же самое, покупаем или продаем, это самое важное выяснить. Тренд-то какой сейчас, вот по-вашему? Потому что, как бы, трендов много, в одну и ту же секунду на рынке, краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные, там невидимое множество. Но вот вы как смотрите на это дело? Я смотрю преимущество на дневной таймфрейм. В этом смысле, конечно же, там тренд сейчас по индексу ММВБ, он нисходящий. Многие российские акции, конечно, еще могут плохо просесть. Сейчас главный тренд в мире, тренд на ужесточение монетарной политики, глобальной. Если ФРС уже вовсю ужесточает, и с 1 апреля, мы сейчас знаем, на днях повышения ставки, но с 1 апреля начнут распродаживаться баланса по 30 миллиардов, то есть и система изыматься денег будет еще больше. Не исключено, что уже с сентября, и ЕЦБ примкнет и сократит программу печатного станка на нас со следующего года, уже и Банк Японии. Поэтому это все как раз накапливается долгосрочный негатив для фондового рынка с перспективы на год. И, соответственно, медвежий тренд, как бы глобальный, на год, на полтора, скорее всего, мы увидим на всех фондовых рынках. Сейчас самое главное, это мы находимся в цикле ужесточения монетарной политики по всему миру. Вот, это надо учитывать. Хочется поспорить. Вот, не хотел, буквально одно замечание небольшое. Помнишь, когда был тейперинг, еще при Бернанке, при позднем Бернанке? Вот тогда тоже все боялись, и правильно боялись, потому что мы пришли в неизведанную территорию, но господа из Морган Стэнли, и припнувшим к ним там, правда, независимо от них, но припнувшим в этом вопросе Голден Сакс, поделились своими исследованиями, которыми они делали при прошлых циклах повышения. Как правило, когда Фед повышает процентную ставку, он делает, исходя из анализа и своих ожиданий по экономике. И если он ждет или не уверен, даже если он не уверен в росте, он повышать не будет. Поэтому история показывает, что совпадает рост цикла, цикл роста процентных ставок и рост фондового рынка. Они, конечно, совпадают не с точностью... Каждый цикл повышения процентных ставок через какой-то промежуток времени, пусть это 2, 3, 4, 5, 6 кварталов, он сразу рано или поздно втягивал Америку в новую рецессию, и потом, соответственно, новых смягчений. Так было всегда, и так будет сейчас. Они еще, по сути, даже, ну вот только начали повышать. Хорошо. Это ладно ФРС, ладно Америка, там действительно есть восстановление, но мы возьмем ту же Европу, где сейчас просто катастрофично, и все ухудшилось. В прошлом году? Нет, в начале этого. Я боюсь, что ЕЦБ будет уже встречать миниатерную политику по другим причинам, потому что они исчерпали стимулы для печатного станка. Им выкупать особо нечего. Они выкупили почти по 27-28% всех облигаций, и буквально в сентябре у них кончится вообще возможность выкупать. То же самое Банк Японии. Он приступает к уже встрече не от того, что все нормализовалось из-за того, что просто это не помогает, и выкупать уже больше невозможно. Потому что уже вплоть до 15 лет у вас облигации просто в адресальной доходности находятся, и банки просто терпят убытки, держа весь этот долг. Не будем забывать, что Банк Японии – крупнейший инвестор, на местном фондовом рынке, даже уже на срочном, и, собственно, если он продолжит в том же духе, рано или поздно вообще никого не останется, и эта страна уже либо полностью социалистически-коммунистическая, либо криптовалютная. Поэтому, наверное, они уже и переходят. Ну, давайте мы, собственно, перейдем от разговоров общего характера к разговорам более конкретным, и начнем мы, наверное, с Глеба. Глеб, представьте, что вот еще начнем-то. У нас неделя короткая, надо уже ковать железо пока горячо. Покупаете вы или продаете сегодня? Если да, то что? Сегодня у меня будет рекомендация по российскому фондовому рынку, и я так исторически сложилась, являюсь покупателем на российском рынке, использую эту как раз стратегию, о которой говорил Василий, покупать на коррекциях. И, в частности, сегодня я рекомендую акцию, по которой завтра нас ожидает отчетность годовая по МСФО. И, в целом, эта акция, ну, как-то попала в нелюбовь некоторую среди и аналитиков, и среди инвесторов, и среди средств массовой информации. Очень мало о ней идет упоминаний. Но при этом из года в год, в последнее время мы наблюдаем по ней довольно позитивную отчетность – это акции компании «МВидео». И при этом, если посмотреть на техническую сторону вопроса, то на графике «МВидео» отчетливо прослеживается, что в течение всего текущего года каждый раз, когда акция подбирается к 400 рублям, ее кто-то начинает активно выкупать. И это хорошо видно как раз, ну, действительно, по графику сейчас это очень хорошо видно. Уровень 400 – это уровень, где явно кто-то что-то покупает, держит этот уровень очень уверенно. И вполне вероятно, что держат, собственно, акцию как раз под публикацию завтрашней отчетности. Может быть, мы, конечно, немножко поторопились с этой позицией, может быть, надо было ее завтра рекомендовать, когда будет сама отчетность. Но я считаю, что акция в целом фундаментально сильная, у нее позитивная отчетность. Вполне вероятно, что в этом году будут выплачены дивиденды по этим акциям. И, соответственно, они довольно интересны сейчас для инвесторов. Ну, не с точки зрения дивидендной доходности, скорее, а с точки зрения именно спекулятивной. Краткосрочные цели я ставлю, ну, первое – это 406 рублей, дальше – 409. Ну, а если говорить о среднесрочных целях, то, я думаю, мы и 450 можем увидеть запрос, ну, в более долгосрочной перспективе. А стоп-лосс – 399.50, то есть очень короткий. Слушайте, мне настолько понравилось ваше выступление, Глеб, что, единственное, хочется съязвить. Все было бы здорово, мне вот здорово, действительно, если, конечно, вы не являетесь амбассадором того самого кукловода, который держит этот уровень. Но я надеюсь, что нет, просто чистый анализ, ничего личного, только бизнес. Василий, пошло. Давай. Так, а я порекомендую прикупить то, что… Я фундаментальный аналитик, да, но рекомендую купить то, что к фундаментальному анализу никакого отношения не имеет. Это рынок криптовалют. Это правда. По большим просьбам. На самом деле, что интересно, сейчас, если покажут графики, ну, и сделал несколько примеров, я не знаю, покажут, два-три хотя бы. А уже, посмотри, посмотри, вот там вот, за твоей спиной, если ты подойдешь даже, да, ты можешь показать это, если удобно. Ну, просто мы видим, да, если вот эфириум, да, взять. Хороший у нас откат был процентов на 70-80, эфир, рипл, биткоин, весь рынок криптовалют за последние, наверное, полгода, да, показал коррекцию 70-80 процентов, да. Мы видим, что пузырь, тот, который был на рынке, по большому счету, он, ну, можно сказать, сдулся. Сейчас капитализация и рынка, и многих криптоактивов плюс-минус начинает отображать реальную какую-то действительность. И очень хорошие уровни практически по всем сейчас валютам прослеживаются, но здесь, конечно, нужен все-таки какой-то фундаментальный драйвер или какая-то позитивная новость, потому что плюс-минус, без причин растить эти активы не будут. На самом деле, на днях у нас заседали сами G20, а вчера как раз вот было совещание глав Минфинов, крупнейших держав и, соответственно, главы центральных банков. Так вот, вопрос по криптоактивам как раз был поднят, и вот комиссия, не комиссия, как она называется, Совет финансовой стабильности, да, он как раз вот... ФСБ, ФСБ, аббревиатура интересная. Да, и он как раз вот отклонил просьбу некоторых стран по поводу регуляции криптовалют. И вот глава этого ведомства сказал, что мы не видим угрозы рынка криптовалют, и по большому счету пусть он пока что развивается, как это все есть. На самом деле, я тоже так считаю, и много раз мы в этой студии уже говорили, что вот как только капитализация криптоактив может превысить триллион, два, три, тогда может это угрожать финансовой стабильности будет. Но пока что мы видим, никто запрещать это не хочет, там, да, даже регулировать. Поэтому все это будет потихонечку развиваться. Реакция на вчерашнюю, на вчерашнюю вот эти, на позавчашние новости была довольно-таки сильная. На 20-30 процентов большинство криптоактив отскочило. Но вот есть шанс, что мы сейчас увидим все-таки небольшое какое-то восстановление, может быть, там на 50-70 процентов с текущих отметок в течение нескольких недель. Рекомендация какая? Покупаем по текущей отметке, уж если ставка на сутки, ну, эфириум, да, как наиболее один из... Виталия Дмитриевича покупаем, да? Да, Виталия Дмитриевича покупаем. Я не знаю, 500, 520, там, сколько-то долларов стоит сейчас один эфирм. 527, ну, буквально час назад был 520. Еще бы знать на какой бирже, но мы не имеем права. Да, ну, плюс-минус там, плюс-минус 525, 527. Василий, собственно, супер просто выступление. Вот настолько у меня настроение поднимается и от Глеба, и от вас. Ну, еще раз, я не выйду. Съездить все равно смогу, но даже не знаю где. Хотел бы вот что спросить по поводу техники. Понятно, что техника всегда работает. Здесь все-таки что может быть фундаментальным событием? Они вот на криптовалютах, важные фундаментальные события, приходят, если не каждый, может быть, даже не каждый час, но каждый день точно. Причем даже по субботам и воскресеньям. Меня в этом рынке смущает, ну, помимо всего прочего, что приходится, в отличие, скажем, от рынка фондового или рынка фитчерсного, еще и в субботу и воскресенье за этой гадостью смотреть, когда надо отдыхать. Вот как, вот если торговать то ли Дмитриевичем, то ли господином Биткоином, вот как отвлечься от этого, расслабиться? То есть никак уже нельзя. Так наоборот, здесь не нужно следить, не нужно уделять много времени. То есть тоже прошла коррекция, вы покупаете активы. Причем я бы рекомендовал, как делать, вот как я делаю, там, да, не более 10% от капитала, там, да, по одному проценту, там, 10 разных монеточек, не больше. Мы не знаем все равно, какие рано или поздно выстрелят, какие рано или поздно умрут. Рано или поздно все равно останется из них единица. Ну, понятно. Но еще раз говорю, вспомните Амазон, откройте график Амазона. Когда-то он стоил 10 долларов несколько лет назад, сейчас он 1600 долларов. Василий, три графика, Нетфликс, Амазон и Биткоин. На определенном этапе они совпадали, но это не значит, что они не разойдутся потом. То же самое, то же самое и здесь. Да, вера есть, опять же, если вы верите, если вы верите в кратный рост в 10, 20, 30 раз, там, да, то какая вам разница вообще и зачем это наблюдать? Не говори так, Луис Альберто. Давай про веру, вот, оставь в сторону. Ну, пока что, пока что это все венчурные инвестиции, вы должны это понимать. Стартапы, венчурные инвестирования, да, сопряжено с риском почти 100%, поэтому вы должны это прекрасно отдавать себе отчет. И опять же... Надо мыслить как спекулянт, когда ты... Сами криптобиржи, это большой тоже риск, поэтому я бы рекомендовал вообще заходить через фьючерсы, там, через лицензированных брокеров, потому что они берут на себя возможность риска. Тем более, тем более, вот, на некоторые, ну, самые ликвидные криптоактивы есть. Фьючерс на биткоин, фьючерс на эфириум, на риппл, фьючерсы есть, все уже, уже все есть. Да, 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 инструмент, биржевые инструменты, что на биткоин, что на эфир, уже давно существуют, просто о них не говорили, это в Швеции. Так и у нас в России уже, у брокеров, я думаю... У нас сейчас, да, а там уже, там уже несколько лет торгуют. Ну, собственно, ладно, мы Глеба что-то забыли совсем. Глеб, ваше отношение к криптоистории ко всей, вы касаетесь ее или вот так вот она мимо вас прошла? Безусловно, тема крайне интересная, но тут вариантов два для инвесторов есть с криптовалютой. Либо ты торгуешь интродэй, покупил утром и до вечера ты обязательно должен закрыть, потому что ночью может случиться все, что угодно с криптовалютой. То есть чистые спекуляции, такие внутридневные. Либо нужно действительно отбирать какие-то интересные истории, типа там Рипла, который уже применяется, да, типа биткоина, который действительно, ну, фундаментально... У которого есть еще стоимость утилитарная, скажем так. Конечно, и покупать в долгую. Причем покупать и желательно вообще не смотреть на графики, иначе можно очень быстро набрать большое количество седых волос. Слушайте, вы ответили, кстати, на мой вопрос. Мне седые волосы не грозят, поэтому, ну, все равно можно было бы не рассчитать, как действовать с этими активами, то есть торговать таким образом, чтобы можно было уснуть спокойно ночью. Я, кстати, думаю, что они еще могут очень хорошо... Все время снегу и на выходных, если что. Спасибо вам огромное, господа. Собственно, давайте сейчас уже и заканчивать. И я вас представляю. У нас сегодня были в эфире Глеб Затой, руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн, и Василий Олейник, эксперт-группы компании Финам. Соответственно, Глеб отвечает за теханализ, а Василий за фундаментальный. Надеюсь, вы меня поняли. Всего доброго, удачи, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok